девочки привет жду кристинку я пришла к стоматологу так она там хорошо сейчас очередь небольшая полчасика где-то вы назначили все и потом здесь уже зубики сделала вот и прибежала встречать отсюда пойдем снимать дальше потом нам надо еще сходить на палубе забрать кое-что и шатам не сегодня это делали тут он большой на семерки на семерки зуба ну конечно полчаса надо делать даже больше ну дальше мне сказали там с этой стороны два пенька рвать с этой стороны для того чтобы потом делать протезирование на верхней черепе но тут масты делать тут масты душечка напишет девочки вы дату на листах конце не перепутали это это вы правда были такие 20 год назад перепутали сейчас обращу внимание все время об этом говорим да девочки так это сколько полтора года назад девочки ну как можно быть такой старый толстой какой-то бабулькой 20 лет ну вот она и поняла молодец не поняли если будет у меня фотографии вам ставлю какие мы были в 20 лет даже я не знаю если пить курить все на свете злоупотреблять так не будешь выглядеть 20 лет даже меньше 18 ну да ну да а мне получается 21 да мы тогда получили немножко немножечко да так что мы просто ошиблись в дате так можно себе так за 20 лет испортить мы так это написали да мы просто случайно почему-то так вот мы торопились ну во первых очень переживали когда первый ролик снимали как у нас там трясутся руки какие мы нервные нервничали было страшно что-то и слов не могли подобрать а что вы говорите себе так следующий вопрос галина задать девочки у вас и так ответы зачем экспериментировать а вот все ругайтесь между собой какие у вас характеры я написала характеры вредные упрямые упертые частенько ругаемся обсудили это через пять минут умеется доброе утро девочки очень быстро тороплюсь снимаю уже вот как сейчас завтраку мне нужно быстро съесть эти двойцы одна ложка макарон развесила 43 грамма и ну с горочкой потом пол помидора тушеный вместе с яйцами и один огурец я быстро это проглатываю бегу стоматологию со светланы между завтраком и обедом мы будем перекусывать по хурме кушать кристина будем тушеные овощи это строчковая фасоль цветная капуста и барокколи и свежих овощей помидор и огурец и еще по пол пачки твоя к я себе ищут признала немножко оливковым маслом кристина отказалась на ужин я буду есть кусочек вареной курицы и квашеную капусту маргарита пишет 50 плюс это размер плюс сайс 48 это еще но я работаю в сладебном салоне невесте сейчас в основном 38 40 размера а ее это очень печально а вы красотки медленно но верно движемся к своей цели до 38 это все что это ребенок нет ну вот там вот как раз килограммов на 40 у нас девочка на институте училась у нее был размер вот 38 наташа антенгенова ну ты что она нормально на 42 размер она такая худющая так вот а 38 и вот эта девочка которая у нас в институте училась она такая была всегда худенькая и она хорошо нормально питалась да а вес не знаешь я тебе говорю 38 килограмм где-то ну или вне килограммов 40 ну на прям очень худенько она не не надевала брюки оттягивающие она сильно какие-то широкие брюки носила а я думала не балдею помните тогда была мода клёш только она клёш надевала прямо от самого вот это вот шире выше чем колен чтобы не видно было что ноги худенькие о не видно а сейчас-то гордятся этим ты чего ну да а тогда и сильно гордились а сейчас гордятся сейчас наоборот если ты какая-то толстая невеста то тебе вообще не стоит белое платье платье не надо продавать ну это не подорцово подорожки скажут что ой ты жирная свиня тебе платье не стоит какое тебе платье иди худей черную накидку накинь да и все и похорони себя за плитку мне кажется вот эта мода находимся была все равно всегда тогда у нас тоже были модели помнишь это вообще как бы еще с тех времен и там орексия идет вот а вообще все жизненно было во все времена это вообще было наоборот позор такие худые а почему тогда все фильмы все равно все худые были в приоритете это на слуху было модно то но не как модель 38 38 размера всегда красивая просто стройная фигура нормальная всегда считала что такие дамочки аристократки они должны быть худые парижанки аристократки все такие тонюсенькие из белой кожи да и с худыми щиколотками щиколотками я нарушила режим питьевой и сразу вес плюсом блин пить надо по времени хватает сон творить и веса я поначалу когда худела себе будильник ставила 6 раз можно как раз поставить и нормально как бы пьешь не забываешь даже на работе можно если даже в магазине например работала это у меня было миллион попыток похудеть поставишь будильник вспомнишь отбежала быстро выпил этот стакан воды и сбежал а я водохлебка люблю пить воду одно время когда вот булки ела я не пила воду и поставила это себе будильник он мне не помог он пообулькал а я все равно забывала ну конечно если съесть два килограмма теста никакой водой не растопишь это тесто я не об этом и о том что я не пила воду а я думала когда ты мне рассказывала и пять булочек выхватила завдень конечно и плюс еще это помимо основной пищи Танечка задает такой вопрос девочки а вот на этот праздник что вы собираетесь делать будут ли жирные салаты будет пьян в той разврат девчата у нас вчера был такой сильный ливень у меня андрюха не работал они там их распустили по домам потому что они даже еще при минус пять работают у них там кирпич кладется они там какие-то растворы делают что оно нормально все слипается но при дожде сложно что-либо делать их распустили потому что прогноз был ливень на весь день и вчера когда мы даже съемки снимали помнишь какие плыли эти ручьи ну огромный ливень был вчера и вот и они разошлись и я прихожу а Андрюша уже сделал любимый салат крабовые палочки а да какой молодец так что он уже он сказал ты как хочешь а я уже стал праздновать праздник у меня будет жирный салат с майонезом который ты не любишь теперь хорошо когда муж умеет что-то готовить да что на праздник будет во первых мы будем поразить у нас будут разные съемки мы опять снимем потом это видео не знаю может быть мы встретимся у родителей поздравлять что-нибудь я не знаю мы вообще ничего никогда не планируем особо мы очень редко вы помните мы по поездку то спланировали за один день собрали чемодан и поехали как-то мы по планированию у нас проблем ну я пойду в гости на 23 февраля так что я не отвечаю что я там буду все правильно себя вести по диете вот это Танюша мне даже в личку написала эта девочка тоже у нас в одном из марафонов была и она говорит девочки ну почему не стесняйтесь вы можете поснимать все свое обжорство на праздник а то вы потом просто говорите плюсик я там злоупотребляла и ела вы можете сказать сколько вы сампанского купили сколько вы шашлыка я могу перечислить все ну просто в гостях ну как-то неудобно снимать ты расскажи сколько ты шашлыка ну я потом выйду из гостей и все расскажу а за столом это неприлично девочки наоборот еще в гостях то хорошо это ты жрать то как слон ты ж не будешь себе здесь тарелок накладывать это ты дома можешь расслабиться когда ты рюмаху выпил съел пол стола да в гостях все равно как-то неудобно а то опять какая-нибудь поэтому на новый год ты же уже себя за столом все отъедаются и отъедаются полежали стол тут же возле этого дивана шампусиком запил доел все остальное и главное даже спать не пойду в спальню даже спать не пойду буду спать на диване вот там где сто поближе к утке запеченной поближе к утке запеченной ну мы точно не собирались ничего выпивать когда мне девочка еще спрашивала Кристина по каким причинам ты не пьешь ну помните я рассказывала во-первых мне тогда псориазу запретили пить а вот это еще вспомнила помните первое мое было чтоб вообще не пить до нового года это я как раз осенью пошла и вы там 3-4 месяца мне сказали полгода вот только начнет опять что-то выпивать и у вас опять весь этот псориаз вернется это же полезно печени на самом деле и все аппетит очень сильно разыгрывается во вторых я помните вам говорила что даже если сбросила 10 кг я ей за 10 дней новогодних вот так вот по щелчку наберу я тоже как праздновали праздник напишите будете праздновать и пожалуйста напишите что вы подарили на 23 февраля своим вторым половинкам или отцам или еще кому не надо просто насчет подарка очень всегда тема так интересует меня мне девочки тогда спросили ну мы сделали вот эту надвину что еще подарили потом мы ему еще купили сумку такую знаете на пояс чтобы туда складывать телефон он для работы носит знаешь некоторые деньги в нее перевозят вот а так он такую кожаную за 1100 рублей купили и пока еще у него осталось 1000 рублей я говорю ой покупай что хочешь не в чем себе не отказывай на тебе этот миллион не просто это мы стекло за 500 рублей все установили я говорю на тебе всю сдачу и покупать что хочешь а я монтировала ролик не поняла где падают то что вы там купили то а мы ходили ходили у нас на рынке не нашли ничего такого что он хотел ни на рынке ни в магазине все спасибо все спасибо девочки все я забрала посылочку сейчас иду уже домой и мы с Кристей сделаем распаковочку я смотрела что Кристина там хотела себе какой-то блокнот для экономии денег чтобы и я тоже захотела экономить сфасовывать на месяц на вперед на мечты на коммуналку на всякие кружки на математику английский там школа танцев на все 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 вот он такой блокнот просто вот такой как визитница да и туда самое главное эти кармашки вставляются ну и там плотный бодик картон должен быть прицеп тоже самый что я говорила файл возьми приклей скотч сама шутила а сама такое купила ну просто я так подумала оно все в одной кучке так удобнее не просто так лучше контролировать бюджет семейный нет я то купила для работы а я для семейного бюджета вот сюда там вложил там 500 рублей на математику допустим на английский ну да у тебя же куча кружков их тоже можно отдельно откладывать на таз там 1400 да и вот так вот там на коммуналку там 3000 и вот так вот разложил и уже там на таблетки допустим на НЗ ну да вот прямой на всякие противовирусные аптеки а то и сколько на этот месяц у меня сколько на противовирусные уже денег ушло вот и вот такой вот шикарный блокнотик будет экономить только это надо дома оставлять и не носить с собой я его в банк положу в ячейку швейцарский так еще один блокнотик я себе заказала тут уже с надписью ты сможешь тут какое-то еще письмо не знаю что за письмо сейчас почитаем вот такой жизнь то что с тобой происходит пока ты ставишь планы понятно мои цели доска реализации ах это я должна нарисовать да ну то что ты тогда на стене свои рисовала только тут регулярные платежи годов годовой бюджет прикольно вот это как раз фильмы какие ты хочешь посмотреть мысли что почитать основные мысли курсы вебинаю какие ты хочешь почитать письмо с обещаниями вот это я очень люблю а потом как раз самой себе потом почитаем твои письма с обещаниями там все не сделала не сделала не сделала да я так иногда нахожу ставят свою записку думаю ё-моё похудеть к лету вот нам потом девчата и будут рассказывать все что мы опять не сделали из того что обещали ну в общем прикольно она будет тут все почитать идеи и задачи слушай тут классная книжечка так что тут в конвертике прислали подарочек ну так и подумала спасибо за покупку и какие-то а как раз наклеечки ну и все а не во я еще крем себе взяла для лица с витамином Е вот мои покупочки седан плиз так вот это ж твой план угу а я купила для работы садись а то голова не влазит я купила то для работы а у нас попугайчики есть которые повторяют это я попугайчик да тут то же самое только для я для работы взяла вот такую черную обложечку это сейчас распакую зато он плотный нет я просто буду знать где на какие покупки потому что чтобы знать и планировать покупки когда ты едешь за товаром я хотела на 8 марта она любит блокнотики очень любит разные я у тебя их несколько разных купила блокнотиков так что ж такое у него столько замоток может я тогда не буду распаковывать чтоб она сама распаковано да пусть она в такой красивой будет замотки тут всякие он перелистывать да потом вот такой блокнот это надо ты себе уже взяла это я блокнот себе взяла это я блокнот себе взяла у тебя с записюльками или нет а не знаю я не помню наверно без главное что она закрывается розовенький блокнот но я его по работе не буду а это это ежедневник на каждый день что мне нужно делать потому что я записываю и вот закладочка здесь он мне очень нужен потому что для работы что я записываю заказы там совсем другое там как тетрадка я просто записываю по-другому а это именно планировать на день дела и тут вот еще набор стикеров так письмо какое-то ну да хоть не помялось что хорошо нет они аккуратно складывают обочину я тебе фотки свои могу распечатать а наклеечку кто за ней наклеит скотчем приклеим красивые в виде фотографий это для визуализации конечно если надо так это сомневаться и как оно он оно оно оно